Почти два десятка лет не проводились ремонтные работы на железнодорожном вокзале Павлодара. Что будет сделано в ближайшее время и на что сделают акцент при проведении реконструкции. Акимобласти провел выездное совещание по вопросу проведения реконструкции здания ЖД вокзала и дальнейшего благоустройства при вокзальной площади. Здание железнодорожного вокзала Павлодара построили 42 года назад. Общая площадь 5400 квадратных метров. Ежедневно из областного центра выезжают поезда по 9 маршрутам. А вокзал посещают и пользуются его услугами более полутора тысяч человек. В прошлом году общий пассажиропоток составил более 570 тысяч человек. На сегодняшний день здание вокзала требует ремонта. Последний раз его проводили в 2004-2005 годах. В течение времени и введением новых стандартов оно уже не соответствует современным требованиям и нормам, предъявляемым к объектам повышенного скопления людей. Необходимый ремонт фасада здания, залов, ожидания, кассового зала, освещения, перрона. У нас есть неудобства. Видите, у меня сейчас зажгли лампочки. И вот эти точечные мы заключаем, потому что высота потолков большая. Не имеет нам вот эти. Вот тут мы еще меняем лампы. А вот тело, которое вот здесь, мы хотим предложить вот эти вывести. Как они выглядят на весь здание? Ну вот, мы предлагаем вот что-то такое, вот как вот камеры сейчас мы спустим. Вот спустим вот так, вот телеки свет рассеивается, будет ярче. Чтобы идти, ну, для удобства. А замена потолков? Да, замены потолков. Вот мы как раз вот, когда рассматриваем, если ремонты кассового зала, ремонты залов, ожиданий, вот сюда и включаем замену потолков. Аким Аббаси отметил, что при планировании работ такого масштаба нужно учесть все нюансы. В обязательном порядке рассмотреть возможность установки лифтов для удобства маломобильных граждан, пожилых людей и других категорий. Если мы планируем здесь сделать реконструкцию, хотим отремонтировать, это тоже можно заменить? Можно, ну, конечно, можно заменить вообще на такой полностью закрытый лифт. Накрытый лифт. Такие, как бы, есть. Стеклянный какой-нибудь, да? И такие виды же на весь? Да, да, да. Менее шумный. Да, да, да. А почему вы вообще только должны пользоваться лифт с инвалидностью? Если мы хотим лифт, есть же пожилые люди, которые суставы были. Нет, и поэтому нужно предупредить шахту, вот эту вот как раз и думаем. Нет, есть же сейчас современные лифты, которые не требуют шахты. Вы меня сделали, он будет у вас стеклянный, он прямо колонный. Нет, да, понятно, я имею в виду не то, чтобы шахта, а вот, ну, вот, как вот говорят, чтобы ничего не было. Тем более здесь же стена, он же прикрепен к стене, да? Да, да, да. Вот, 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 вот. А, ну да, да? Как работа, определить функциональные зоны и начать разработку проектно-смертной документации. Также Асанин Байханов поручил решить в течение месяца вопрос информационного табло, которое не работает уже почти полгода. Сколько жалоб получаем от жителей, табло, вот, сразу прийти в зону вообще, сколько можно, вот, областной центр, люди не знают, когда ведет вагон, какой поезд, какой путь прибывает, какой-то, хорошо это ведет. У здания ЖД вокзала производят посадку пассажиров, которые пользуются рядом автобусных маршрутов до Новосибирска, Томска, Барнаула, Омска, Карасука, а также Нурсултан, Караганду, Семе и Ускминогорск и по местным направлениям. Сколько автобусов ходит? В день выходит порядка 20-ти, по 6-ти. 25-ти машин? А основные, основные пассажировые потоки в какой? Больше в летнее время, наверное? В летнее время, да. До пандемии в Мазару. А до войны какой пассажировый поток? До пандемии в среднемесячный пассажировый поток, в 12-15 человек. В месяц до пандемии. После пандемии, к сожалению, у нас средний пассажировый поток составляет порядка 8-ти человек в день. До конца февраля управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено представить на утверждение скорректированный план проведения реконструкции железнодорожного вокзала и прилегающей к нему территории. Мурат Белмажит и это Сакпарат.